Тема урока Михаил Васильевич Ломоносов Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха Михаил Васильевич Ломоносов – великий русский ученый XVIII века, совершивший открытия в самых разных науках – физики, химии, астрономии, географии, геологии, истории – нет, пожалуй, ни одной области знания, куда бы ни проник его светлый ум. Мы остановимся на научных трудах в области языка и теории поэзии. Ученый считал, что необходимо провести реформу и в области русского литературного языка, так как на древнерусском и церковно-славянском языках стало уже невозможно создавать художественные произведения нового времени. Помимо этого, Ломоносов выступал как теоретик и как автор новых для России литературных произведений. Сочнял оды, писал драматические произведения, стихотворения. Сначала рассмотрим новаторство Ломоносова в области языкознания. Новиков писал о Ломоносове. На немецком языке писал и говорил, как почти на своем природном. Латинский знал очень хорошо и писал на нем. Французский и греческий, разумел, не худо. А в знании российского языка почитался он в свое время в числе первых. Как видим, Ломоносов прекрасно знал несколько языков. И опираясь на этот опыт, он проводит реформу русского литературного языка. Первое научное сочинение о языке, письмо о правилах российского стихотворства, было написано им в 1739 году в Германии. В этой работе ученый пишет, российские стихи надлежит сочинять по природному нашего языка свойству. От того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить. Другими словами, Ломоносов выступал против чрезмерных заимствований и ратовал за русский язык, «Ибо нашел в нем великолепие и шпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, богатство и краткость греческого и латинского языка». Итогом его научной работы в области языкознания становится знаменитая российская грамматика 1755 года. Какие вопросы он рассматривал в ней? Во-первых, Ломоносов отделил звуки от букв и гласные от согласных. Первые действительно голосу сопрягаются и по справедливости гласными называются. Второго рода прилично согласными именованы. Во-вторых, он создал классификацию частей речи. Ученый писал, слово «человеческое» имеет осень частей знаменательных. Имя для названия вещей, местоимение, глагол, причастие, наречие, предлог, союз, междометие. И в-третьих, Ломоносов выделил основные знаки препинания, которыми мы пользуемся до сих пор. Ученого интересовала не только грамматика, но и звучность, красота родного языка. Основы риторики, умение говорить, рассматриваются им в кратком руководстве красноречию 1748 года. В этой же работе он высказал идеи о стилях русского языка. Позднее, в предисловии к сочинению о пользе книг церковных в российском языке 1758 года, Ломоносов создает получившую широкую известность теорию трех штилей русского языка. В чем ее смысл? Все слова он разделил на три группы. К первой отнес лексику церковно-славянского и русского языка. Например, слова, рука, ныне, почитаю. Ко второй группе общеупотребительные слова и только некоторые старославянские слова. Например, отверзаю, господень, насажденный, взываю. Наконец, третья группа слов – только общеупотребительная лексика. Например, говорю ручей, который пока лишь. Эти три группы слов ученый объединяет в штиле. Высокий штиль составляется из слов первой и второй групп. Это стиль торжественный, величественный, важный. Им должны писать героические поэмы, оды, ораторские речи. Средний штиль должен состоять преимущественно из общеупотребительных русских слов. То есть слов первой и третьей групп. Этим стилем нужно писать трагедии, стихотворные дружеские письма, элегии, сатиры. А в прозе – исторические сочинения. Низкий штиль состоит исключительно из русских слов, которых нет в церковнославянском языке. Им надо писать комедии, эпиграммы, песни, письма, описания обыкновенных дел. Теория трех штилей ограничила употребление старославянских слов и приблизила литературный язык к разговорному. В результате художественные и научные произведения, написанные по-новому, стали доступны более широкому кругу читателей. Кроме теории трех стилей, великий ученый положил начало научному языку, без которого теперь никто не может обходиться. Он считал, что иностранные слова нужно переводить на русский язык, а если это невозможно, то стараться придавать форму близкую русскому языку. Ломоносов и сам вводит научные нелогизмы, такие как упругость тел, земная ось, удельный вес, преломление лучей, магнитная стрелка, опыт, наблюдение. Удачно переделал оризонт на горизонт, квадрат ум на квадрат и так далее. В итоге ломоносовские научные и технические слова мало-помалу заменили собой прежние немецкие и латинские термины. Теперь обратимся к нововведениям ученого в области литературы и поэзии. Как филолог Ломоносов совместно с Тридиаковским разработал систему русского стихосложения, изложенную им в письме о правилах российского стихотворства 1739 года. И подкрепил ее своими поэтическими произведениями. Это торжественные философские оды размышления, лирические стихотворения, эпиграммы, дружеские послания. Как поэт Ломоносов воспевал то, над чем работал как ученый. Вот так он описывал солнце. Там огненные валы стремятся и не находят берегов, там вихри пламенно крутятся, борющись множество веков. Там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Ломоносов удивительно тонко передает живое дыхание, безграничность мира, его тайную, невидимую связь с каждой клеточкой земного бытия. Лицо свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь, взошла на горы черна тень, лучи от нас склонились прочь, открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. В своих произведениях писатель прославляет победы русских над врагами. Например, Ода на взятие Хатина. Затрагивает религиозные и научные темы. Например, утреннее размышление о Божьем Величестве, где автор дает научное описание физического строения солнца, и вечернее размышление о Божьем Величестве при случае Великого Северного Сияния, в котором писатель излагает свою теорию происхождения Северного Сияния. Как яркий представитель классицизма, Ломоносов был поэтом-гражданином. Его лучшим патриотическим произведением является Ода на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны 1747 года. В ней автор приветствует Елизавету как достойную продолжательницу дел своего великого отца, как поборницу просвещения, восхваляет мир и тишину в стране, как результат мудрого правления императрицы. Итак, творческое наследие Ломоносова огромное. Поэма о Петре Первом. Две трагедии. 36 от. Около 100 стихотворений. 17 ученых рассуждений. Около 170 научных заметок. Ломоносов – это ученый энциклопедического характера, изменивший русский литературный язык, смелый поэт-реформатор. Всю свою жизнь он служил русскому просвещению, преодолевая на этом пути и косность, и зависть, и непонимание. Подробнее о литературном творчестве Ломоносова мы будем говорить на следующем занятии. Субтитры создавал DimaTorzok